Ну и наконец-то уже точно выяснилось, кому принадлежит Домодедово. Тайно раскрыла лондонская фондовая биржа, где аэропорт будет размещать свои бумаги. Оказалось, что конечным бенефициаром 100% факта компании является Дмитрий Каменщик. Выяснить, кто же стоит за офшорной компанией, которая владеет аэропортом, российские власти пытались не один год. Недовольство непрозрачной структурой владения Домодедова не раз высказывали российские чиновники. Недавно затронул эту тему и Дмитрий Медведев, который в конце апреля посетовал, что у нас периодически невозможно отыскать даже собственника крупного аэропорта. Конец цитаты. Ну и поручил генпрокуратуре разобраться в вопросе, но не смогла-то справиться с задачей. Буквально за час до объявления об IPO зам генпрокурора России Александр Буксман заявил, что не смогли они найти ту самую последнюю матрешку, которая помогла бы указать на собственника аэропорта Домодедово. И заявил, что причина этого офшорная регистрация компании. Причем Домодедово не единственная в России компания, которая зарегистрирована. За рубежом. И вопрос о том, кто же собственник у власти возникает не только по этому объекту. Действительно, так трудно российским властям установить владельца офшорной компании? Или это невозможно только тогда, когда этого делать просто не хотят? Обсудим с нашим гостем, главным редактором портала маркер.ру, Валерием Вайсбергом. Добрый вечер. Добрый вечер. На ваш взгляд, не хотели просто узнать, кто это? Или искренне рыли и не смогли найти? Я думаю, что нельзя обвинять прокуратуру в том, что она была не слишком усердна. Тут вопрос технический. Во-первых, должно быть соглашение об обмене информации. И кроме того, это соглашение об обмене информации, в данном случае с островом Мэн и Кипром, оно могло вступить в действие, если бы были реальные доказательства того, что было нарушение закона, и только в этом случае, собственно, это соглашение работает. Слушайте, ну вообще, очень интересная вся эта история с инсайдом на лондонской бирже. Появилось вдруг это сообщение, там, да, с поведкой срочно, но только ни в коем случае не для распространения, там, на территории Российской Федерации. Это какой-то специальный был слив, как вы думаете? Это никакой не слив. Это следствие того, что в апреле был роуд-шоу аэропорта в Америке, и, по всей видимости, организаторы размещения по просьбе инвесторов решили провести еще и размещение акций на бирже. Видимо, оно, скорее, будет носить технический характер, потому что, скорее всего, инвесторы уже, большая часть уже найдена. И вот как вы прокомментируете слова замгенпрокурора Буксмана о том, что, ну да, не нашли мы последнюю матрешку, да у нас же все так устроено? Ну, во-первых, устроено так не все. Во-вторых, если говорить о личности господина Камещика, то, в общем, не было секретом, что если он не ста процентами, так весьма значительной долей в аэропорту владеет. То есть, единственным откровением сегодняшнего сообщения было то, что владеет полностью аэропортом, без своего партнера, вот как приписывали господину Когану. К нам присоединился Игорь Иванов, наш экономический обозреватель. Который явно хочет что-то добавить. Да, валяет на самом деле такой вопрос. А Коган, на ваш взгляд, был вообще владельцем Домодедова? Или это такая мифическая фигура, который, собственно, никогда никакого отношения к аэропорту и не имел? Я думаю, что нельзя исключать того, что Коган помогал Камещику в определенный момент в становлении, собственно, как предпринимателя. Но, собственно, разница в возрасте и в опыте дает основания так предполагать. Мы знаем, что перед IPO очень часто бывает так, что старший партнер выкупает долю младшего. Например, Суэк готовился к размещению, и вот Мельниченко выкупает до размещения часть акции у своего партнера Сергея Попова. Да, то есть вполне возможно, пока мы этого не знаем, что перед выходом на биржу произошло перераспределение долей между... Окей, но это то, что произошло перед выходом на биржу, и мы узнали, кто все-таки владеет Домодедовым, стратегическим объектом. Хотя, ну вот мне странно, что генпропаратура не может этого узнать. Неужели мы сейчас... Ну, во-первых, стратегическим объектом скорее является все-таки инфраструктура, то есть сам аэропорт, а не аэровокзал, которым владеет, собственно, аэропорт Домодедово, стратегическим объектом является инфраструктура, то есть полосы, диспетчерская и все остальное, которым владеет государство. Странно, но, опять же, если вы... Действительно можно вот так вот прям спрятаться в офшор, что никто никогда не докопается? Ну, в принципе, можно никаких тут... А есть какие-то там, например, договоренности там, да, о том, что вот у нас есть запрос генпрокуратуры, давайте-ка вот... Как я уже сказал в начале, во-первых, должно быть соглашение в объеме информации, это раз. Во-вторых, это соглашение работает в случае, если генпрокуратура имеет доказательства того, что разыскиваемый человек... Ну, вот, яркий пример, это случай с Михаилом Ходорковским и Платоном Леведевым. Когда было возбуждено уголовное дело против конкретных лиц, были запросы в Гибралтар, на Кипр, и, в принципе, некую часть информации, собственно, оттуда следственные органы получили. В данном случае, если мы говорим про ситуацию с Домодедово, все-таки господин Камечек, он не совершал уголовного преступления. То есть было расследование бездействия или неправомерного действия в случае с предотвращением таракта. Игорь? Валерий, а вы говорите, что так устроено не везде. То есть в каких-то случаях можно докопаться до того, кто является реальным бенефициаром, а в каких-то нельзя. А где нельзя? И вот такой вопрос. Известен, например, список Forbes. И можно ли с уверенностью утверждать, что именно эти люди являются реальными бенефициарами тех компаний, которые им приписываются? Я думаю, что если мы говорим о первой 15-20, я думаю, что сомнений никаких нет. Единственное, тут вопрос, что мы можем не знать всех активов, которыми они владеют. Ну, в том числе личными активами. Если говорить о том, где нельзя, ну, существует относительно прозрачная юрисдикция. Тот же Кипр, он относительно прозрачный. Вот с Домодедово, какая была ситуация? То есть перед размещением была зарегистрирована структура на Кипре. И она биржа, размещая акции, все равно компания с островом Мэн. То есть, видимо, в процессе размещения было принято решение все-таки еще ближе к британскому законодательству сделать структуру. Но, если брать там совсем закрытые вещи, ну, можно сделать трасс. Но я думаю, что в отношении Домодедово, скорее всего, действовало трассовое соглашение до момента раскрытия. А на ваш взгляд, вот то, что давление оказывается на Домодедово после ледяного дождя, после теракта, вот этого коллапса, это может... И перед объединением всех аэропортов ледяных. Что влиять на IPO? Оно может не случиться? Я думаю, что... Или дисконт какой-то большой? В принципе, давление есть, но у этого давления есть определенный сдерживающий фактор в лице Владимира Путина. Потому что Владимир Путин, он, в общем, занял достаточно нейтральную позицию по отношению к ситуации с Домодедово. И такого же жесткого прессинга, ну, мы знаем, что, собственно, господин Камечек приезжал на совещание к Путину после, вот, по итогам этого коллапса с ледяным дождем. То есть, на мой взгляд, со стороны Путина, вот, был четкий сигнал, что убивать нельзя, как было в случае с Уралкалием, с Зюзиным, с Ходорковским. Маленький вопрос. Если бы это был не офшор, а все бы было в России, отобрали бы? Ну, вы знаете, разница между Россией и офшором заключается в том, можно ли давить на людей, которые возглавляют. Естественно, директоров офшорной компании давить сложнее, чем на российских. Могу привести пример вот с ЮТЭРом, например. Кто владеет сейчас ЮТЭРом? Ну, на самом деле, на самом деле никто не владеет, потому что пенсионный фонд, как некоммерческая структура, у него нету собственников. И владея 70-5% акций ЮТЭРа, РПС «Сургутнефтегаз» сам, по сути, никому не принадлежит. Большое спасибо. У нас в гостях сегодня был главный редактор «Маркер.ру» Валерий Абутов.